Серхат Тутумуер, турецкий актер театра и кино, обладатель награды «Лучшая мужская роль» в 2008 и 2009 годах. Его кинодебют состоялся в 1995 году. Небывалый успех и узнаваемость пришли после выхода сериала «Ветриный». С тех пор турецкие фильмы и сериалы с Серхатом Тутумуером привлекают все больше внимания зрителей. Родился будущий актер в турецком городе Эксишихир. Случилось это в 1972 году, 29 июня. Знак зодиака – рак. Уже в раннем возрасте родители обнаружили у мальчика задатки артистизма. Еще чуть позже Серхат пытался сам продемонстрировать родителям актерский талант. Однако в то время он не собирался посвящать свою жизнь актерскому искусству. Поэтому после получения среднего образования парень решил найти себя в социологии. В 1989 он начал студенческую жизнь на факультете социологии Стамбульского университета. После первого года он понял, что выбрал не то направление. Серхат поступает в Государственную консерваторию университета Хаджетепе Анкары на театральный факультет. Завершив обучение, Серхат начинает работать актером по контракту в Государственном театре Анкары. Это продолжалось с 1995 по 1997 год. В театре он играл в спектаклях «Песни о любви», «Идиот», «Джордана Бруно», «Маленький насреддин». После этого, в том же 1997 году, молодой актер идет работать в Измитский городской театр. В этом театре он играл до 2009 года. После чего стал одним из учредителей Стамбульского театра Тельмхане. В нем Тутумуэр работает не только в качестве артиста, но и художественным руководителем. К настоящему времени артист принял участие более чем в 20 театральных постановках. Первое приглашение сняться в кино Серхат получил еще во время своей театральной деятельности. В 1995 году он снялся в сериале «Река с обратным течением». Однако эта роль была настолько эпизодической, что дебютом многие считают 2003 год, когда он сыграл Асыма в сериале «Воздушный змей». Среди ранних работ также стоит отметить и сериал «Плененные сердца». Серхат исполнил в нем роль Демира Уйгунера. В 2014 году в сериале «Великий сыщик Филинта» актер играет роль Бориса Захарьеса. За это он был удостоен премии кинофестиваля в Стамбуле. После показа сериала «Моя родина – это ты» популярность артиста заметно возросла. Но самый большой успех он испытал после выхода на экраны сериала «Ветренный». Серхат Тутумлыер играл в нем Хазара Шадаглу, которого в молодости разлучили с любимой девушкой и внушили ему, что она сгорела при пожаре. Ближе к концу сериала Хазар найдет не только свою бывшую любовь, но и родную мать. Главные роли в этом сериале у Эбру Шахин и Акина Акинозю. В 2022 году Серхат присоединяется к актерскому касту сериала «Аль Парслан. Великие Сельджуки» с самого начала второго сезона. В проекте он участвует в роли текфура по имени Ани Григор, который очень умен, хитер и расчетлив. Однако у него тоже есть слабые места. Это его сын Александр и дочь Флора. Во втором сезоне Григор – главный враг сельджукского государства. Что касается личной жизни, то актер не особо любит говорить об этом. Он очень редко дает интервью. Серхат Тутумлыер продолжает отдавать всего себя мельпомене. Он считает, что актер находится на сцене для того, чтобы пролить свет на проблемы, но это должны увидеть и зрители. Ситуации, в которых оказывается актер, иногда кажутся очень суровыми, однако жизнь еще суровее. Но ее можно смягчить, восприняв происходящее как есть. В свободное время Серхат занимается дайвингом. Также он любит летать на параплане и слушать классическую музыку. Одно из его самых любимых занятий – общение. Его знакомые говорят, что рассказывать о чем бы то ни было он может часами. Актер неравнодушен к музыке. Тутумлыера часто можно найти в тех местах Стамбула, где играют блюз и джаз. Серхат никогда не стремился выделиться. Он не хочет быть членом общества, которому нужны герои и лидеры. По этому поводу он говорит так. Многие пытаются излучать свет, но его можно увидеть, только если захотят ваши глаза. Рост Серхата Тутумлыера составляет 178 сантиметров. Вес держится на уровне 77 килограммов. Если говорить о возрасте, то летом 2022 года Серхат отметил свой 50-летний юбилей. Актер не ведет активной жизни в социальных сетях. В Инстаграме у него есть группа поклонников. Число подписчиков его страницы превысило 130 тысяч человек. Есть такой же аккаунт и в Твиттере. В «Контакте» у Серхата Тутумлыера тоже имеется группа любителей его творчества. Кстати, один из его главных советов – заниматься только любимым делом. Не следует забывать, что у человека всего одна жизнь, и она принадлежит только ему. У актера есть желание, чтобы все люди собрались под одной крышей свободы духа и свободы мысли. Что касается семейного положения, то актер расстался с холостяцкой жизнью довольно давно. В 2007 году состоялась свадьба Серхата и Синан-Кара. Его жена – актриса театра, в котором они играют вместе. Есть ли дети у Серхата Тутумлыера? И на этот вопрос тоже есть ответ. Через некоторое время после свадьбы у них родился сын. Далее фильмы с участием Серхата Тутумлыера. Сериал «Аль-Парслан. Великие сельджуки» Текфур Ани Григор. 2019 год. Сериал «Ветриный» Хазар Шадоглу. 2018 год. Сериал «Достаточно одной надежды» Кенан Аклар. 2016 год. Сериал «Моя родина – это ты» Костас Веодаркес. 2016 год. Сериал «Портящий игру» Махир Яманер. 2014 год. Сериал «Филинта» Борис Захарьес. 2012 год. Фильм «Внутри» Джеват. 2011 год. Сериал «Отчаянные домохозяйки» Синан. 2010 год. Сериал «Юго-восточная история» Митин. 2010 год. Фильм «Черное и белое» Любовник Айтеш. 2009 год. Сериал «Огонь и пепел» Омер. 2009 год. Фильм «Зависть» Халид. 2008 год. Сериал «Лунный свет» Кемаль. 2008 год. Фильм «Машины революции» Исмет. 2008 год. Фильм «Промежуток» Вели. 2007 год. Сериал «Невеста» Кадым. 2006 год. Сериал «Мужчины не плачут» Мурат. 2006 год. Сериал «Плененные сердца» Демир Уйгунер. 2005 год. Фильм «Край неба» Ифлятун. 2005 год. Сериал «Ураганные люди». 2004 год. Фильм «Магия» Тарык. 2004 год. Сериал «Сахра» Митхат Демирджан. 2003 год. Сериал «Воздушный змей» Асым. 1995 год. Сериал «Река с обратным течением». Forum «Асroom». 2012 год. 2013 год. Продолжение следует...